И ещё один номер, для чего мой любимый, в который я влюбился как раз девятнадцатилетним. Кстати, на самом деле я услышал Майка в феврале 1982 года, 30 лет назад. Вот прикол. Примерно в эти дни, может чуть попозже, где-то ближе к 18-19 числу, да, вторая декада февраля, 30 лет назад я услышал человека, он из минерного судьбы. То есть я всё равно бы стал музыкантом, но я не уверен, писал бы на русском языке. Вот так он работает. Так что светлая ему память, спасибо ему огромное. И песня, которая меня полоснула по мозгам в тот февральский вечер 1982 года, которая называется «Позваный мне рано утром». Ты позвони мне рано утром, меня разбудит мой звонок. Я буду ждать его всю жизнь, жизнь не самый долгий срок. Я опять тону в песках, хоть мой огонь ещё горит. Я опять тону в песках, хоть мой огонь ещё горит. Мне нечего выйти, и вокзал давно закрыт. Час перед царёй — это самый тёмный час. Говорят, что час перед царёй — это самый стрёмный час. С тех пор, как ты ушла мой каждый день, как три трассветных часа. А за окном скурит бездомный пёс, он молчал бы, если б мог. За окном скурит бездомный пёс, он замолчал бы, если б смог. Мне так же плохо, как ему, я так же одинок. Я говорил в тебе не раз, и я повторяю вновь. Я говорил в тебе сто тысяч раз, и я повторяю вновь. Я не могу уже без тебя, мне нужна твоя любовь. Я раздавляю сны, как соседи, я ловлю в них тебя. Я раздавляю сны, как соседи, я ловлю в них тебя. И если я тебя поймаю, то готов спать хоть до суток. Так позвони мне рано утром, меня разбудит твой звонок. Я буду ждать его всю жизнь, жизни самый долгий срок. Нет, самый долгий срок. Нет, самый долгий срок. Нет, самый долгий срок. Нет, самый долгий срок. Позвони мне рано утром. Нет, самый долгий срок. Нет, самый долгий срок.